Ситуацию с посевной компанией сегодня обсудили и депутаты областного парламента. Они поддержали идею главы региона создать совет аграрного комплекса. Кроме того, народные избранники утвердили перечень льгот для инвесторов в поселке Ленёво. О том, какие еще темы поднимали на сессии, расскажет Николай Сальников. Посевная – самый острый вопрос повестки. На утро пятницы площадь обработанных земель в регионе не более 70% от плана. По отдельным видам агрокультур СЕВ вынуждены продлить до 15 июня. Что является критической датой в цикле растениеводства. Были объективно независимые от человеческих факторов процессы, связанные с климатическими погодными форс-мажорными условиями, которые действительно крайне затруднили проведение посевной компании на территории Новосибирской области. Есть ряд районов, где ситуация чуть лучше, есть ряд районов, где ситуация крайне сложная. При этом в тяжелой ситуации оказался не только наш регион. Вслед за Новосибирской областью режим ЧС в агрокомплексе ввели амичи, красноярцы и алтайцы. Сегодня глава региона Андрей Травников анонсировал депутатам создание совета при губернаторе по агропромышленному комплексу. Надеюсь, что все депутаты законодательного собрания, которые представляют эту отрасль, войдут в этот совет. И также я хотел бы пригласить в этот совет наиболее опытных, авторитетных и взвешенных руководителей хозяйств. Безусловно, нам придется принимать дополнительные меры. И то, что введен режим по ЧС, это только первая мера. Я считаю, что нам придется поддерживать, и это необходимо поддерживать, сельхозпроизводители, которые окажутся в самой тяжелой финансовой ситуации. В прошлом году на экспорт из Новосибирской области отправили более 400 тысяч тонн зерна, что в 20 раз больше обычного. Продукция наших аграриев поступила в Китай, Монголию, Египет и Азербайджан. Другой темой сессии стал завершившийся отопительный сезон. Депутат Дарья Украинцева обратилась к коллегам с мнением, что батареи перестали греть раньше срока. Поступали обращения от жителей и города, в том числе, что люди мерзнут. Люди мерзнут и вынуждены пользоваться электрообогревателями. По нормативам отопление имеют право отключать, если в течение пяти дней держится температура плюс восемь. Таких дней за весь май было два. Я специально промониторила. Политик предлагает впредь решение завершения отопительного сезона принимать на отраслевом комитете законодательного собрания. Другим решением народные избранники утвердили нулевую налоговую ставку на прибыль для инвесторов, открывающих предприятия на территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня такой статус получил поселок Ленёва, а вскоре может и поселок Горный. Помимо этого из федерального и областного бюджетов выделят без малого 700 миллионов рублей на инженерную инфраструктуру ТССР. Облегчили жизнь парламентарии и строителям так называемых линейных объектов. Практика в городе Новосибирске складывалась очень тяжело в старые времена. Это строительство теплотрасс, водопроводов, каких-то кабельных трасс. Очень тяжело получить документы на землю, еще необходимо было получать разрешение на строительство. И сейчас как раз прорабатывается вопрос о том, что для таких линейных объектов необходимость вопроса по землепользованию останется. Но получать само разрешение на строительство, вот этот вопрос, по крайней мере, для них отпадает. Поддержали на сессии и инициативу Комитета по соцполитике упростить порядок получения компенсации расходов за жилье и коммунальные услуги льготникам. Если получатель средств по каким-то причинам закроет счет в банке, то деньги будут накапливаться в специальном фонде регионального министерства соцразвития в течение полугода. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС.